Продолжаем чтение книги профессора Московской православной Духовной Академии Алексеевича Осипова «Путь разума в поисках истины». Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересный параграф номер два о святости православия. Православие рассматривает святость как высшую ступень духовного развития человека. Спаситель мира указал два пути, два образа жизни для верующих в Него – путь или жительство, заставляющее спасение, и путь или жительство, заставляющее совершенство. Так писал святитель Игнатий, ссылаясь на беседу Спасителя с богатым юношей. Однако первый путь имеет две ярко отличных друг от друга ступени. Первую, которая условно может быть названа спасенностью, и вторая – праведностью. Вот мы с вами сегодня рассмотрим две главы «Спасенность» и «Праведность». Если Бог даст, время хватит, и почитаем, что такое святость. Состояние спасения ярко изображено в Евангелии, когда разбойник, справа от Христа распятый, произносит «Мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли». И сказал Иисусу «Помяни мне Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус «Истинно говорю Тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Ивангелие от Луки, 23 глава, 41-43 стих. Как понять это более чем странное определение судьбы человека, который не только, кажется, ничего праведного не сделал, но напротив, образно говоря, руки свои по локоть обогрел кровью человеческой. И если мы посмотрим на евангельский контекст, то встречаемся не раз с тем же поразительным явлением, так фарисеям Христос ставят в пример мытаря, сборочку налогов, который направо и налево обманывает своих собратьев. А кто такие фарисеи? Их можно по принятым обетам сравнить, чтобы это было понятнее для современного человека с монашеством. И те, и другие целью своей жизни ставят тщательное исполнение всего закона Божьего. Так вот, Христос оправдывает не только мытаря, но и блудницу, взятую в явном грехе. А фарисеям говорит «Истину говорю вам, что мытаря и блудницы, вперед вас идут, Царцы Божии». Иоангелие от Матфея, 21 глава, 31 стих. Что значит вперед? В данном случае это слово говорит о том, что они, кающиеся грешники, спасутся, а не вы, так называемые, праведники. Фарисеев за их лицемерие и гордость и превозношение над прочими людьми, которых они называли грешниками, спаситель называет змеями, порождениями ехидна, гробами окрашенными, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Иоангелие от Матфея, 23 глава, 33, 27 стих. Хищение и лукавство, Иоангелие от Луки, 11, 39. Что Господь называет хищением и лукавством? Видение себя праведным, достойным наград божественных и человеческих. Такая самовлюбленность, закрывающая от человека его грехи, особенно внутренние, большей частью невидимые другими людьми, например, такие, как тщеславие, зависть, лукавство, гордость и так далее, делают человека неспособным к принятию Бога, его святости. Еще премудрый Соломон писал, в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, прорабощенном греху. Премудрость, 1-4. Спасается, оказывается, не такой мимый праведник, а тот, который хотя и действительно грешник, но как правый разбойник осознает свою греховность, духовную и нравственную нечистоту, свое недостоинство перед всесвятой любовью Божией и глубоко раскается, как видим, лишь способную видеть и осознать свои мерзости, внутренне отвергнуть их, а раскается – получает спасение. Это духовное состояние является спасением. Оно твердая основа и первая важнейшая ступень духовного развития человека, при наличии которой лишь открывается путь праведности и святости. Состояние спасения различное. Апостол Павел писал «Иная слава Солнца, иная слава Луны, иная звезд, и звезда от звезды – разница слави» 1 Коринфянам 15-21. В другом месте он более подробно объясняет «Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». 1 Коринфянам 3 глава 13-15 стих. Вот что такое, друзья, спасенность. И первым представителем этой спасенности евангельский правый разбойник, который принял смертную. Казнь осознал по достоинству ее, признал Господа распятым вместе с собой на кресте и просил просто помянуть его. Не простил Царство Небесное, как мы желаем направо-налево всем, а получил весь рай. Теперь будем мы слушать, что такое праведность. О людях, старающихся жить по совести, правде, проявляющих милосердие к людям, стремящихся никого не обижать, не угнетать, Христов сказал «Блажены алчущие и рождущие правды, ибо они насытятся, блажены милостивые, ибо они помиланы будут, блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное», Евангелие от Матфея 5, 6, 7, 10. Такие люди искренне стремящиеся исполнить золотое правило жизни, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете вы с ними, Евангелие от Матфея 7, 12, являются праведными. Однако праведность в отношении к людям, законам, вещам и в целом к окружающему миру ещё не является достаточным показателем того, что данный человек искренил грех в своей душе, достиг святости. Пока в нём не житы страсти, его праведная жизнь не может иметь полноценной духовной чистоты. Страсти непременно искажают его поведение и заставляют одних любить больше, других меньше. Гневаться и раздражаться, осуждать и так далее. Конечно, если праведная жизнь сопряжена с осознанием своей греховности, с покаянием, она приносит человеку уже здесь, на земле, такие духовные плоды, которых не может иметь никто живущий нерадиво. Праведность – это высокая частота совести, и уже по этой причине она возводит человека на неизмеримо более высокий уровень по сравнению с живущим безнравственно, неправедно, как, например, евангельский разбойник. И тем не менее праведность, которая ограничивается лишь безукоризненной нравственностью, но не соединена с полноценной духовной жизнью, ещё не является тем, что называется святостью. А вот теперь почитаем, что такое святость. Это особая сопричастность человека Духу Святому, который подаётся верующему лишь при условии видения им своей греховности, своего недостоинства перед Всесвятым Богом, при приобретении им глубокого смирения. Поэтому святым является тот человек, который не только не нарушает нравственных норм жизни, но и достигает такой духовной чистоты, при которой, соответственно, ревности подвига происходит обожжение его ума, сердца, в воле, самого тела. Такое состояние, хотя с необходимостью и предполагает праведность, но далеко не превосходит. Святость достигается при правильной духовной жизни, которая заключается, с одной стороны, в борьбе со своими страстями, в мыслях, чувствах, желаниях. С другой – понуждение себя к исполнению всех заповедей Божьих. Такая жизнь требует тщательного изучения Священного Писания и творений Святых Отцов, преимущественно аскетических, и сопряжена с постоянной молитвой, большей частью Иисусовой «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного», с разумным воздержанием постом всех своих телесных и душевных чувств. Успех в духовной жизни в очень большой степени зависит от тех внешних условий, в которых находится и подвизается христианин. Очистить ум и сердце практически невозможно в том вихре дел, работы, суеты и забот, в которых находится обычный мирской человек, поэтому ищущие духовного совершенства отказывались от семейной жизни, имущества, кроме самого необходимого, и всех возможных связей с мирской деятельностью и мирскими людьми. Вообще от всего, что рассеивает ум, нижает молитвы, внутренней сосредоточенности. Такая жизнь издревле называлась монашеской. О ней святитель Игнатий писал «Монахи – суть те христиане, которые оставляют все по возможности, все земные занятия для занятий молитвой, добродетелю, высшей всех добродетелей, чтобы посредством ее соединиться воедино с Богом». Именно монахи – уединенники и достигали того бесстрастия, совершенного смирения и богоподобной любви, которую делали их причастниками Духа Божьего, святыми. Преподобный Варсонов Великий писал «И тогда Бог удостоверит вас, что она любовь возводит имеющих ее до седьмого неба». Отсюда понятно, почему наибольшее число тех, кто причислен Церковью к лику святых, являются монахами. Однако Церковь канонизирует иногда и некоторых не достигших подобного совершенного состояния. Дело в том, что канонизация не всегда означает признание за данного христианином духовного совершенства, совершенной святости. Первым в рай пошел разбойник. Канонизация является таким актом Церкви, которым она предлагает верующим живой пример для подражания или подвига страданий и смерти за Христа – мученики, или доброй христианской жизни тех, кто среди мира сумел сохраниться от соблазна и греха – праведники. В последнем случае, конечно, всегда присутствует опасность поддаться мирским оценкам жизни человека, придав несвойственное значение его внешней церковной или социальной деятельности и забыв о духовных критериях. Ибо в таком случае святцы могут превратиться в пантеон, в котором святыми станут нечистые сердцем, а славные мира сего. Цари, князья, церковные иерархи, общественные деятели и так далее. Это отдельная и очень серьезная тема, которая, не исключено, скоро станет актуальной. Книгу эту Алексей Ильич писал очень давно, и вот эти последние слова, вы сами догадываетесь, они прозвучали очень актуальными. Как мы легко вводимся в соблазн кого-то считать святым. И церковь канонизирует. Может быть, скоро Григория Распутина канонизирует. Как же? Духовник царских мучеников. Да, но это отдельная тема. Да, очень все серьезно и сложно. Поэтому нам нужно как можно больше уходить от соблазнов мира, не участвовать в этих делах тьмы. А мы все полностью погружены. Возьмите Олимпийские игры и разные... да... конкурсы... не хочу уже говорить... это мое личное мнение... Олимпийские игры и разные игры...